Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Аллах примет наши благие дела и посты в этот священный месяц. У казахов говорят, «Того, кто не оплатил материнское молоко, никто не спасёт». Здесь говорится о проявлении почтения к родителям. В нашей религии довольство родителей очень высоко ценится. В Священном Хоране об этом говорится. «Твой Господь повелел, чтобы ты поклонялся только Ему, любил своих родителей и относился к ним с почтением». Сура 17, аят 23. Исламские учёные говорят, что, следовательно, совершение по отношению к родителям добрых деяний, проявление почтения, понимание ценности является в нашей религии очень большим долгом и обязательным требованием для мусульманина. В продолжении аята Всевышний говорит, «Имма яблуганна индакал кибара ахадхума, аукилахума, фалатакул лахума уф». «Если один из них ослабеет, если они оба достигнут глубокой старости, то не говори им даже уф, не кричи на них, а говори им ласковые слова, выражающие любовь, доброту и уважение». Сура 17, аят 23. Наши учёные разъясняют слово уф, как утомляться, уставать. Также учёные говорят, что это слово является самым маленьким словом, которое заставляет родителей печалиться. То есть Аллах запретил нам даже самое маленькое слово, которое может обидеть родителей и сделало обязательным находить их довольство. В другом аяте говорится, «Аллах заповедовал человеку относиться по-доброму к своим родителям и слушаться их. А если они настойчиво будут стараться отвратить человека от веры в Аллаха и предать ему сотоварищей, а это несовместимо ни с сознаниями, ни с разумом, то человек не должен повиноваться в этом». То есть даже если родители неверующие и требуют не выполнять предписания Всевышнего, то всё равно требуется, чтобы с ними обходились по-доброму, вежливо и сохраняли с ними уважительные отношения. У казахов говорят, «Если отец озорной, привяжи и заботься». Какие бы ни были родители, наша религия запрещает отрекаться от них. Посланник Аллаха да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Рай находится под ногами матери». Поэтому наши казахи говорили, «В материнских следах есть рай». Какой заложен в этом смысл? Каждый правоверный мусульманин желает быть обрадованным раем Всевышнего, достичь его удовольства. Тот, кто не почитает своих родителей, не войдёт в рай, сколько бы благих деяний он не совершал. То есть нашей религии настолько высок статус родителей. Всевышний призывает нас к уважению и почтению к ним. Пророк Мухаммад да благословитого Аллаха приветствует, сказал, что молитвы родителей за своих детей принимаются. Есть дети, которые притесняют своих родителей. Согласно хадисам, последствия слушания родителей человек испытывает ещё в этом мире. В другом хадисе сказано «Довольство Аллаха в довольстве родителей, гнев Аллаха в гневе родителей». Давайте будем ценить родителей, находить их довольство, уважать. Пусть каждому мусульманинам благоволит искреннее благословение родителей. До скорых встреч. Здравии! Субтитры создавал DimaTorzok